это у нас улица не даже не помню как называется улица но хотя мой отец проработал на этой улице практически больше 20 лет и так рядом вот здесь кстати есть прокуратура рядом с прокуратурой есть парк и вот такой вот центр давайте зайдем посмотрим но заходить вовнутрь мы правда не будем но посмотрим со стороны это здание и также хочу обратить ваше внимание на правда не знаю как называется вот эта штука очень похожа на еврейский с тоже символику правда там глаз и от него излучение идет как на долларах да а вот здесь вот просто тоже какие-то рифленые солнечные лучи и вот что-то там такое кто знает пожалуйста напишите в комментариях вообще раньше это конечно была не церковь а вот а сейчас это какое-то здание именно направлено на религиозность на религиозную тематику скорее всего все таки это церковь да вот посмотрите кстати это сделано из гальки морской мы покрашены то же самое с той стороны с этой стороны православный приход это называется но почему православный приход находится вот в здании явно греческого стиля это конечно я не знаю вот так вот у нас это выглядит то есть выглядит конечно интересно но вы посмотрите конечно на состояние ребят это можно сказать правда сомневаюсь конечно что это памятник архитектуры но посмотрите в каком состоянии прибывает это здание здесь даже опасно гулять на самом деле потому что на голову может упасть вот такой кусочек камушка и после этого вас уже никто не соберет в целом чувствуешь себя иногда как как будто вы в пирамиде пирамиде или в пирамидах там про я никогда не был в районе пирамид нет скорее всего конечно это более это послевоенная какая-то строение такое строение но с этой стороны кстати я никогда не обходил давайте посмотрим как выглядит здесь с этой стороны объект пит похорону и он здесь была дверь но почему-то ее заморозили муровали хотя явно вот это была тоже основная дверь не знаю по какой причине так случилось что у нас мы видим ну посмотреть какое какое конечно качество это у нас белый камень инкерманский камень и ягоды голову на отсечении если это не так все это строилось из именно инкермана который когда-то назывался камень и парк культуры же здесь дом культуры извините все обгажено вот так это выглядит с обратной стороны ну и в целом посмотрите вот сюда посмотрите в каком состоянии преобладают территории и здесь же храм здесь же должно быть чисто но по идее ним же выделяют наверняка деньги хотя кроме храма здесь какой-то еще однозначно есть наверняка учреждения а вот и я не пойму чему крым давно российско российско россиянский наверно так это будет по-украински однако объект написано пидохорон и и як же штак на разуме должно быть не так должно быть и колы мы перейдем перейдем на россиянску а ци надписи или пыль 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 как она там по-украински не не знаю тоже в коментариях пишите оно должно быть уже российской мовы або на данный час оно вот так и ну и як вы бачите ничего тут доброго не мая все в таком убитом состоянии и неважно пришла россия или ушла украина в этом плане нет к сожалению никакого толка все очень плохом состоянии мы как вы видите и как вы видите здесь тоже у нас ничего такого нет то есть никто никак не делал никакой ремонт значит здесь у нас памятник здесь у нас памятник посмотрите в каком состоянии состоянии унылые вернее в каком унылом состоянии находятся здесь цветы на улице напомню 36 градусов тепла вот посмотрите что здесь у нас здесь у нас значит давайте прочитаем вместе первого первого я не знаю что это какая-то буква на русском такие при приятные буквы на ощупь первоочетели славянские равноапостольские кирилл и меходий восемьсот шестьдесят первый год ну это в принципе интересно однако я не знаю что это такое во первых смотрите 800 861 год посмотрите какие знаки кости и череп это ну насколько мы знаем пиратский знак символ и вот какие то еще ну ладно это может быть грузинский это может быть просто какая-то какие-то кресты может быть даже и действительно связанные с религией но причем тут тогда череп и кости еще раз повторюсь посмотреть это же очевидно что это череп и кости и как по мне это довольно странно я не знаю что это значит но ребят если вы знаете пожалуйста расскажите что это значит это в принципе интересно это символика и во всех этих символов символах запечатляется тайная информация касательно того мира где мы живем сейчас поэтому друзья я вас очень прошу если вы знаете что это за символы на здании наверху что это за символы у этой этих людей на рясе пожалуйста в комментариях напишите ну и так вскользь хочу сказать что ремонтируется улица советская насколько я помню да вот советская 24 она ремонтируется не вся я не знаю что здесь но вот она ремонтируется вот отсюда и туда как я вижу вся подготовлены непосредственно мачты освещения они сделаны из какого-то типа силумин или но не явно не алюминий ну что-то металлическое такое кто специалист пишите в комментариях и там еще какие-то вот более люки здесь будут там скорее всего канализация канализационные трубы вот то но плитка здесь есть я не знаю ее заново положили или нет но в общем насколько я понимаю хотят здесь перелопатить весь центр города и центральную горку и что-то с этим сделать но более или менее хорошие вот в чем дело ребят там же у нас ниже реконструю реконструкция как он называется этот бульвар то в общем надо администрации кто знает пишите в комментариях ну и собственно говоря на этом все давайте будем заканчивать потому что уже около туалета проходим в общем вот так друзья давайте всем хорошего настроения и пока пока